Добрый день, уважаемые друзья! Тема моего обращения к вам – коронавирус. Много читаю ваши комментарии в социальных сетях и принял решение по возможности как можно чаще говорить с вами напрямую, чтобы избежать недостоверной информации. Сегодня ситуация с коронавирусом намного сложнее, чем весной. Вирус распространяется быстрее и часто осложняется сезонными заболеваниями. И надо сделать все, чтобы обезопасить себя и своих близких. Не буду повторять про роль масок, про социальную дистанцию и личную ответственность каждого из нас. Отвечу на часто задаваемые мне вопросы. Про организацию тестирования. Здесь разделяется на платное и бесплатное. По бесплатному тут все регламентируется Роспотребнадзором. Определены группы, которые подлежат обследованию. Надо понимать, что нигде в стране нет, наверное, и не будет в ближайшее время массового бесплатного тестирования. Пока это, к сожалению, невозможно. Что касается платного. По области сейчас работает 14 лабораторий. И есть определенный цикл прохождения анализа. Обычно цикл выдачи результата занимает чуть больше 7 часов. Но загруженность лаборатории дает о себе знать. Задача увеличить количество тестов поставлена. И она будет выполнена. Про больницы, про скоромедицинские помощи и невозможность куда-то дозвониться. Мы уже привлекли в работе колл-центра и регистратуру студентов. И увеличим также количество наших сотрудников. Что касается маршрутизации, работы скорой медицинской помощи, госпитализации. К сожалению, схема, которую мы выработали в первую волну, сегодня оказалась уже не такой рабочей. Изменилась скорость распространения инфекции, добавилось много сезонных болезней. Сейчас мы меняем принцип маршрутизации. И я на связи со всеми больницами и скорыми. Надеюсь, что выработанный механизм будет более эффективным. Я принял решение направить машины правительства области для того, чтобы повысить мобильность наших медицинских учреждений. Мне пишут о том, что больницы, которые работают сегодня с фирусом, не обеспечены средствами индивидуальной защиты в нужном объеме. Этот вопрос держу на ежедневном контроле. Мне сегодня каждый день, предоставляя сводную справку по обеспеченности больниц как средствами индивидуальной защиты, так и лекарствами, мы приняли решение выделить дополнительно 160 миллионов рублей на их закупку. Так что запас в больницах есть. Если вы знаете конкретные больницы, где чего-то не хватает, пишите в комментариях. Ответ будет сразу же дан. Что касается наличия в аптеках препаратов Сумомед и противовирусной, дал соответствующее поручение, идет проверка. О результатах расскажу в ближайших эфирах. Друзья, действительно система здравоохранения сегодня находится в сложной ситуации. И не только в Иркутской области. Мы в ежедневном режиме на связи с федеральными коллегами. Принимаем меры, которые должны остановить распространение заболевания и прекратить рост. Но прошу вас сегодня, как никогда, максимально ответственно подойти к собственной безопасности. Наши врачи сегодня действительно перегружены. И мы с вами должны понимать и делать все, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих родных и близких.